привет меня зовут анна я преподаватель онлайн школы номер один мы с вами продолжаем изучать русский язык и сегодня говорим про диалог и монолог а именно узнаем что такое диалог что такое монолог составим диалог по рисунку а также поработаем со словарным словом ну что приступим диалог посмотрите на картинку сколько человек вы видите вам человечка они сидят в кафе пьют кофе или чай и общаются между собой между ними происходит диалог слово диалог состоит из двух слов которые обозначают диа 2 а логос речь диа 2 то есть разговор двух людей речь двух людей монолог посмотрите на картинку ребята здесь у нас стоит человек около доски скорее всего это учитель который объясняет какую-то важную тему смотрите какой у него красный галстук он объясняет что-то ребятам что-то другим людям и они его слушают они его не прерывают то есть он стоит один и ведет какой-то разговор он произносит монолог монолог тоже состоит из двух слов моно означает один логос речь то есть речь одного человека этим и отличается монолог и диалог то есть диалог это речь двоих людей а монолог это речь одного человека это вам нужно обязательно усвоить и запомнить давайте с вами прочитаем отрывок из одного произведения которые вы конечно знаете у меня зазвонил телефон кто говорит слон откуда от верблюда что вам надо шоколада для кого для сына моего а много ли прислать до пудов и так пять или шесть больше ему не съесть он у меня еще маленький ребята из какого произведения этот текст это конечно сказка телефон корней ивановича чуковского ребята кто говорил по телефону слон и автор конечно как вы думаете мы с вами прочитали диалог или монолог в этом отрывке разговаривали два персонажа разговаривал автор со слоном их было двое значит это был диалог они обменивались фразами давайте попробуем и мы с вами составить диалог посмотрите на картинку остановите видео и попробуйте рассказать о чем говорят мама с дочкой прям произносите их слова я надеюсь вы это уже сделали давайте проверим вместе с вами что у нас получилось ну что делают мама с дочкой они готовят какой-то шоколадный кекс наверно да давайте посмотрим что может сказать девочка мам я правильно делаю до девочки интересно все ли у нее получается что может ответить мама да доченька все чудесно у тебя хорошо получается мама подбадривает девочку что отвечает девочка я очень люблю помогать тебе вот мы и составили с вами диалог по картинке у вас мог получиться немножечко другой диалог с другими фразами самое главное что нужно было соблюдать важно в диалоге происходит смена высказываний двухговорящий сначала говорит один потом ему отвечают другой каждое такое высказывание называется ребята репликой то есть реплики чередуются нужно запомнить слово реплика да перед репликой в записи диалога ставятся тире это вам пригодится когда вы будете диалог записывать к себе в тетрадку ну или читать в произведении диалог вы сможете по тире определять как меняются фразы какой персонаж когда говорит давайте прочитаем следующий отрывок прощай маленькая птичка прощай спасибо тебе за то что ты так чудесно пела мне летом когда все деревья были такие зеленые а солнышко так славно грел а вы узнали этот отрывок ребята из какой он сказки конечно это дюймовочка прощается с кем с ласточкой которая выздоровела которая полетела на юг дюймовочка прощается с ней вот такими словами ребята как вы думаете это диалог или монолог произносит эту речь один человек ребята это монолог произносит речь дюймовочка и она направлена к ласточке монолог ну что а мы с вами переходим к работе со словарным словом скажите ребята какие еще слова прощания вы знаете перечислите скорее всего вы назвали слова пока до встречи хорошего дня до счастлива увидимся завтра и так далее много много разных слов прощание нужно использовать обязательно в своей речи чтобы она была вежливой ну а мы с вами записываем свой словарик слова прощай давайте прочитаем его так как она пишется про ща и обратите внимание что орфограмма здесь только одна букву который нельзя проверить это одна буква о но обязательно посмотрите у нас здесь есть правило чаща пиши с буквой а не забывайте здесь букву а тоже писать запишите слова прощай свой словарик не забудьте выполнить небольшой рисунок чтобы это слово запомнить ну а мы с вами подводим итог сегодня мы говорили о монологии сказали что монолог это речь одного человека одного лица а диалог это речь двоих лиц в диалоге высказывания лица называются репликами перед каждой репликой ставится знак тире ну и конечно же записали словарное слово слово прощай у меня на этом все спасибо ребята вам за внимание до встречи на следующем уроке пока пока